Это видео, друзья, про астрономическую дыру в бюджете России. Оторвавшаяся от народа власть окончательно заводит нашу страну в тупик. Министр финансов правительства России Антон Силуанов озвучил самые безрадостные прогнозы. По предварительным предложениям правительства, дефицит бюджета нашей страны на 2023 год достигнет 2% от масштаба ВВП. Это около 3 триллионов рублей. При этом сам господин Силуанов добавляет, что, скорее всего, эта цифра подрастет. Уж вот в этом никаких сомнений нет. Лично я считаю, что вырастет как минимум в два раза. И что в условиях этой экономической катастрофы планирует делать власть? Как они будут затыкать эти экономические бюджетные дыры? Повышением налогов и заимствованиями. Кто, правда, в условиях этой конъюнктуры даст России в долг, господин Силуанов не уточняет. Ранее министерству просили суммарно, дополнительно увеличить финансирование ключевых отраслей экономики как минимум на 5 триллионов рублей. По факту согласовали увеличение финансирования только силовикам. То есть правоохранительная система может чувствовать себя в шоколаде. А вот кому досталась знаменитая фраза «денег нет, но вы держитесь», я думаю, всем понятно. Помимо всего прочего, Министерство экономического развития прогнозирует падение региональных экономик, вы сейчас просто офигеете, в 75% субъектов Российской Федерации. Высшая экономическая школа фиксирует спад в ряде регионов по всем ключевым секторам экономики. А это промышленность, строительство, оптовая розничная торговля, услуги и так далее. То есть помимо всего прочего в России назрел ни с чем не сравнимый по своим масштабам бюджетный кризис российских регионов. Представляете, с чем оно сегодня будет сопровождаться? А именно будут полностью, практически в ноль отменены субсидии из федерального бюджета, которые были, например, в 2020 году во время коронавирусного кризиса, которые позволили избежать еще больших проблем в экономике. То есть сегодня в стране доходы падают, расходы растут, санкции полностью разбомбили все, что только можно. И при всем при этом власть не имеет даже элементарного плана, как вывести страну из кризиса. Силовикам, правоохранителям, народу, ну ничего, потерпите. То есть они просто плывут по течению. К чему это приведет, на мой взгляд, очень многим понятно. И вот эти абсолютные халатности бездействия сопровождаются вот этими бесконечными мантрами о том, что нужно объединиться и сплотиться. Хотя каждому дураку очевидно, что российский народ может сплотиться только на идеях социальной справедливости, только на принципах истинного равенства, а не когда богатые богатеют и жиреют олигархи, а бедные не знают, как... КОНЕЦ